Анатолий Попов – художник, педагог, историк, а еще поэт, музыкант, путешественник, краевед. Для своих картин о родном крае он не просто ищет красивые пейзажи. Каждое выбранное место он изучает, по крупицам собирает исторические факты. Это мои исторические исследования. Здесь в окрестностях я прошел с компасом, теперь с материалами историческими, и все нарисовал по описанию, выверил север-юг, запад-восток, разместил все на этих работах. Работы с изображением родного края – это лишь часть экспозиции, которая открылась в Одинцовском историко-краеведческом музее. Остальные посвящены Дню Победы и 350-летию Петра Великого. Где же вы, друзья-однополчане – одна из ключевых и любимых работ автора. Этот эпизод он наблюдал в жизни. И она мальчика ведет, толкает вперед, сама не выбегает вперед, а толкает вперед и говорит, дедушка плачет, цветочки ему принесем. И взяли они этот букет одуванчиков и поднесли к дедушке. Вы бы видели, что с ним произошло. С каждым годом ветеранов становится все меньше. И вот за большим праздничным столом лишь один пожилой человек. Дети в военной форме робко дарят ему цветы. Большинство картин – это фрагменты из жизни художника. Работу над ними он не прекращал ни на день. Сотрудник нашего музея в пандемию, в это ужасное время, когда мы не могли с вами встречаться, тем не менее работа, работа и работа. Но работа над картинами – это не самое главное, говорит художник. Важно передать свой навык и знания, заразить искусством и раскрыть талант в своих учениках. Многие из них пришли поздравить своего учителя с открытием выставки и поблагодарить за труд. Я надеюсь, что буду дальше продолжать и натачивать свое мастерство, которое Анатолий Васильевич помогает мне освоить. Анатолий Васильевич послужил для меня такой стартовой отправной точкой, потому что благодаря тому, что я пришла в эту школу заниматься, я начала рисовать. Выставку могут посетить все желающие в Одинцовском историко-краеведческом музее. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.